приветствую всех кто заглянул на мой канал я делаю заготовки сейчас на зиму и тут вспомнила что это зимой у меня многие-многие спрашивали как я делаю зажарку обжарку или пизжар как ее правильно называть или пастеровку для супа на зиму мне кажется это самое простое но возможно ее никто и не делает а я делаю и уже несколько лет все хозяйки готовят суп и всегда делаю туда пережарку из моркови и лука а я ее делаю еще плюсом заготовку заготавливаю на зиму и это очень очень удобно очень удобно я и заморозку делаю и сушила пробовала но консервированное самое удобное самое вкусное из и и под рукой и уже готовая я недельку потопаю осенью сделаю и потом всю зимушку беру спокойно из баночки и пользуюсь так значит что туда идет а туда идет лук и морковь и все это будет тушиться на растительном масле немножко посолим закатаем в баночки вот и вся готовка самое главное об этом узнать а уж сделать тут вообще пара пустяков давайте начнем шинкуем так как каждая хозяйка привыкла шинковать какая шикарно сейчас техника три минуты и наши заготовки готовы и морковь при шинковании конечно стала побольше более рыхлая сейчас свою чугунную кастрюльку наливаем растительное масло сначала опускаю лук до мягкости и чуть он прихватится станет мягким и потом опускаю уже морковь ну как обычно мы на сковородке делаем для супов пассировку вот точно так же делаем и здесь этого количества оказалось даже много на мою кастрюльку положил половину сейчас половина будет тушиться прихватить немножко мягче станет и опустим морковь тоже половина получается здесь у меня будет две партии тогда все тушим варим опустила морковь к луку и теперь будем тушить до готовности только посолим и больше мы ничего сюда класть не будет лук морковь растительное масло и соль все вот для примера вытащила прошлогодние баночки у меня в холодильнике это еще закрученное этой пользуюсь прекрасно хранятся я храню в холодильнике вот как раз вот в этом холодильнике то после мамы у меня снова выбросить как жалко он хорошо хорошо работает я его использую для хранения моих всех заготовок он большой вместительный нам с мужем как раз хватает на лето мы сюда выносим я пользуюсь им здесь приготовки вот а на зиму я использую для вот такой консервации если у такого если у кого удовольствие такого нету но сделайте несколько баночек у меня на семью из двух человек на зиму ушло 14 банок вот теперь сейчас уже знаю ну и я знаю я всегда делаю от 12 до 15 банок чтобы у меня как раз хватило на год от новой заготовки до новой заготовки у меня даже сейчас уже созрели овощи давно уже созрели овощи а я все равно пользуюсь заготовками нафига я побегу в этот огород вытаскивать там лук морковь чистить резать когда у меня здесь все готовое я взяла открыла ложкой подчерпнула забросила в суп и все быстро хорошо классно готова моя пассировка тире зажарка на зиму морковь лук растительное масло и посоленым кто боится что будет киснуть можно добавить уксус 9 процентный я когда-то налью когда-то нет в этот раз вспомнила думаю брызну ни разу ничего ни одна банка у меня не испортилась всегда вот в таких баночках вот в таких закручивающихся и все нормально не киснет не киснет стоит холодильнике очень очень здорово но этот раз давайте ложечку добавим сюда но это говорю по желанию если нету такого чувства что будет храниться пожалуйста добавьте вторую партию я сделаю с томатом потому что часто бывает что ну нет томата у нас холодильнике бежать магазин не хочется а вот в этот суп очень даже к месту будет томат я одну треть из этой зажарки делаю с томатов вот с этой партии у меня получилось три баночки 800 граммовых мне надо на зиму 15 значит у меня будет 5 партий то мало надо побольше бы потому что у меня овощей очень много наросло в этом году сейчас делаю с томатной пастой и концовку уже покажу вам вот получилась вторая партия уже с томатом тоже три баночки вот три баночки без томата и тут три баночки с томатом это у меня еще кабачковая икра сегодня сделано три партии заготовочки сегодня сделала но я обычно одну или две сделать три получилось и еще хотелось бы сказать такую зажарку не обязательно хранить в банках если нет места в холодильнике можно ее приготовить и заморозить порционно ну то здесь на 2 например на два супа на 3 там смотря как сколько вот у меня просто остаточек остался и я его заморожу я даже не остаточек заморожу я несколько сделаю зажаров и именно заморожу мне тоже в холодильнике не всегда хватает места поэтому пользуйтесь готовьте будет будете меня вспоминать это действительно очень хорошие подспорье в зимнее время и летом тоже и весной осенью тоже еще кстати заморозить можно просто нашинковать морковь и лук и также разложить по пакетам на заморозку он не будет тушеный просто будет уже готова смесь для зажар спасибо что в очередной раз меня послушали всем приятных заготовок и до новых встреч